Гуляя во дворе, Денис и его друзья постоянно проходят мимо коттеджного поселка по улице строителей. Между тем, такие прогулки могут закончиться трагедией. На дороге находятся два открытых канализационных люка. Открытые канализационные люки очень опасны, поэтому будьте внимательны. В каменную ловушку может попасть каждый. Мы обходим их, чтобы не упасть. Я считаю, что надо закрыть их поскорее, чтобы дети не падали, не умирали, чтобы трагедий всяких не было. А родители тебе что-то говорят? Они меня предупреждали, но сейчас они не предупреждают меня, потому что я не хожу по ним. Я думала, что опасно, упадешь, и там, например, если будет вода, то ты утонешь, тебя никто не спасет. Случаи, когда дети проваливались в люке в Нижнекамске уже были. Жители боятся повторения историй, ведь детей в микрорайоне очень много. Здесь ходят дети. Это опасно, если попадет ребенок, не увидит, например. Это уже трагедия, у кого есть дети. Это серьезно, конечно, нужно за этим следить. Здесь, в принципе, еще не застроенные дома. Очень опасно, если вдруг ребенок, вот здесь вот новый район, ребенок подойдет, упадет, даже не узнают люди, что вот упал. Как бы поэтому, сами знаете, каникулы, лето. Очень было бы хорошо, если бы, конечно, этим занялись и закрыли бы эти люки, потому что очень опасно. В открытые люки уже успели набросать мусор. Рядом лежат деревянные балки, которыми, видимо, хотели прикрыть люк. Но это не помогло. Установить, кто отвечает за территорию, мы не смогли. Коттеджный поселок еще не достроен. Однако проблему решили. На помощь пришли сотрудники водоканала. Сегодня принято решение до конца дня установить временное ограждение, чтобы, не дай бог, не случилось беды. И потом будем впоследствии разбираться, чьи колодцы, по какой причине они остались в таком состоянии. И я надеюсь, что в ближайшее время колодцы будут обезопасены для жителей и установлены на них, как полагается, крышки. Алсу Рахматулина, Максим Липин, Новости НТР.